Робот Николай пришел в социальную службу. Он будет отвечать на телефонные звонки жителей региона. Голосовой помощник должен разгрузить сотрудников. Систему уже внедряют на уровне областного министерства. Что именно и как будет делать робот, узнал Александр Сульдин. Выплаты какие имеете в виду? Детские пособия или льготы пенсионерам? Центр социальной поддержки населения Новосибирска. Начало рабочего дня. У Виктории Борисовой уже не первый раз звонит телефон. На разговор уходит две минуты. Девушка, которая обратилась, быстро узнает то, что ей надо. Не переспрашивая, кладет трубку. При этом на столе у Виктории масса документов, которые нужно оформить. И посетители по записи скоро придут. Очень много звонят, спрашивают, а какие пособия есть. А пособия пока все перечислили, их очень много. Детских особенно. Если вот родился ребенок, там единовременные, это полутора, ежемесячная, и путинская. Телефоны часто звонят и в соседних кабинетах. В пандемию дистанционное общение вышло на первый план. Причем многим удобнее говорить по телефону, а не заполнять какие-то формы в интернете. Здесь есть помощник, голосовой. Робот Николай. Сейчас он пришел и в социальную сферу. За этими дверями 12 специалистов. Каждый из них принимает примерно по 40 звонков в день и дает зачастую обычную справочную информацию. Тратится время, так необходимое, на заполнение документов и на работу с живыми посетителями. Задача Николая взять это на себя. Чтобы узнать о тех же выплатах, нужно позвонить по телефону горячей линии регионального министерства труда и социального развития. С 10 июня приступили к внедрению робота Николая на горячей линии Министерства социального развития. Где, с одной стороны, сейчас проводится очень большая аналитика и обучение на сценариях. Мы сейчас уже понимаем структуру вопросов. Вот за буквально 17 дней поступило на горячую линию около 6 тысяч запросов. Более половины этих обращений по поводу различных выплат. Для человека это абсолютный комфорт. То есть мы информируем о мерах поддержки, мы информируем о том, что по каким-то причинам мы приостанавливаем предоставление меры поддержки и каким образом человек может восстановить свое право. Робот Николай пока осваивает новую для себя сферу деятельности. В ближайшем будущем его собираются научить обзванивать людей самостоятельно. Он будет уточнять информацию и сообщать о прекращении какой-либо меры поддержки. А сейчас Николай активно помогает вызывать врачей, записываться на вакцинацию и в многофункциональные центры. Александр Сульдин, Дмитрий Канн, Новосибирские новости.